Приветствую вас, Пётр. Я думаю, что никто вообще никому ничего не должен, вот, особенно в таких вещах, как отношения, где человек тратит свое личное время и свои личные силы, вот, поэтому я думаю, что никто никому ничего не должен. Вот, я думаю, что многое зависит от самих людей, в том смысле, что ролевые модели бывают разными и, соответственно, кому-то подходит ролевая модель активная, вот, кому-то подходит. Ролевая модель более равноправная, кому-то подходит ролевая модель более пассивная, вот. Пусть вас не смущает астер-минология, потому что ничего плохого в равноправной или пассивной модели или активной модели нет. У любой модели, которую, в частности, я перечислил, есть так называемые перекосы. Как, в принципе, у любой, наверное, модели поведения могут быть перекосы. И, соответственно, перекосы бывают и здесь. Это важно понимать. Важно понимать, что, если человек не является собой, если человек не очень хорошо себя видит, воспринимает, то, может быть, перекос, вот, вот. Подобного рода. Проблема здесь не в этом, уважаемый Пётр. Не в том, должен ли только парень проявлять инициативу и скромная ли девушка. Проблема в том, что вас познакомили. И проблема в том, что вы общаетесь в онлайне. Вот. Важно понимать, что, когда вас знакомят, это уже не вы общаетесь. Это уже не, ну, не ваше общение, как бы, вот. А общение это, скорее, именно в подаче кого-то. Это достаточно важный момент, потому что общение с подачей кого-то, как правило, переходит в долженствование. То есть, всё, ну, вот. Кому кто должен. То есть, нас познакомили, условно говоря, мы должны общаться. Ну, и понятно совершенно, на мой взгляд, что хорошего из этого, ну, хорошее из этого получается что-то крайне редко. Это первое, первое. То есть, вам нужно задать себе вопрос, почему, собственно, вот вас знакомят, почему вам какая-то женщина даёт контакты к какой-то девушке и так далее. Вот. То есть, вы говорите о том, что вот, что объединяет этих людей, но при этом сами выбираете это выбираете. Такой формат общения, в котором, в принципе, ничего общего быть не может быть. Чтобы было что-то общее, нужно, чтобы вы познакомились все-таки сами. Понимаете, какая штука? А вы знакомитесь сами, вы знакомились не сами. Поэтому вопрос задаётся логичный, но вот как вы ожидаете, что вас познакомят, и мистическим образом, таинственным образом, а между вами появится что-то общее? Ну, я бы сказал, что так не бывает. Вот. Вот. Так не бывает. Вот. К сожалению или к счастью. Вот. Это важно понимать. Я думаю, что вы боитесь близких отношений с одной стороны, и я думаю, что с другой стороны вы не совсем определились в контексте своих интересов. Вот с этим и нужно работать. Итак. Да, и уверенность в себе, конечно, тоже. Итак, мне уже 30 лет. Что это значит для вас? В отношениях с девушками не было ни разу, ни разу. Сначала был зациклен на учёбе, потом на работе. Я думаю, что зацикленность на учёбе и работе не просто так. Ведь как бы зацикленных вы не были, всё равно естественные потребности никуда не деваются. И то, что на них вы не обращали особого внимания, судя по всему, да, не случайно. Как бы работа здесь и учёба не были вашим способом, вашим средством избежать того, что вам кажется тяжёлым достаточно. Вот. Хотя, безусловно, это нужно ещё... Ну, ну, это нужно подтвердить, подтвердить, что... Это право, право, потому что пока это только предположение. Так, в отношении должен силу вкладывать только парень? Нет. Об этом я уже говорил. Меня недавно познакомила девочка, пока по переписке я 23 года. Ну, вот, собственно, здесь вопрос. Садаем, почему познакомили, почему по переписке я и написал. Задал интересующий у меня вопрос. Стало общаться. Стало общаться. Ну, такое общение называется высокоформализованным. То есть, общение исключительно официальное. Потому что вас познакомили. Ведь женщина нам наверняка сказала и... Ну, и девушке тоже, что... Вы ей напишите. Общение происходит только по моей инициативе. Правильно. Потому что вы же написали. Вам это надо. Она мне не разу ни о чем не спросила. Я, например, об интересах говорит просто, что самосторонний человек. Не очень понял, как это связано. Ну, ладно. Недавно договорились о встрече. Она снова осталась от работы. А встреча отказалась. Ну, она не замотивирована, не заинтересована. Потому что... Вообще не очень искусственная у вас. Женщина, которая дала мне её телефон, говорит, что мне надо придать больше инициативы. Что она девушка скромная, домашняя, что я её должен под себя воспитать. Интересно, у вас знакомая в этом? Понимаете, девушка... Это не ребёнок. И не животное. Это человек лично. Вы спросите себя. Вы готовы в такой пассивной... Точнее, в такой агрессивной... Извините. Модели. Вы строили отношения. Так. Дальше. Я понимаю. Но неудели отношения только строятся по инициативу и парню. Бывают такие отношения, которые строятся по инициативу и парню. И процент людей в этих отношениях счастлив, процент людей нет. Когда люди находятся в несоответствующих им ролях. Вот. Здесь всё довольно просто. В этом смысле. Это нужно понимать. Нужно понимать вот эти тонкости. Как тогда люди... Как тогда живут такие люди в браке? Никак. У них есть роли. Они эти роли выполняют. Вы совершенно правы, что их объединяет секс, совместный быт и всё. Да. Так многие люди и живут. Некоторых объединяет только совместный быт. Там даже секса нет. Как в Советском Союзе. Да, вы правы. И вы сейчас движетесь по тому же пути. В том смысле, что... Для чего вы с девушкой познакомились? Вот ответьте себе на вопрос. Зачем вы познакомились с девушкой? Чтобы что? Ответ простой. Либо вы считаете, что вам брак семью создалось создавать, потому что вам 30 лет. Либо вам стыдно за то, что у вас не было отношений никогда 30 лет. Либо вы тяготитесь с одиночеством, и вам хочется, чтобы у вас появилась девушка. Ну, либо природа берёт свою. Но так или иначе, вы сейчас строите отношения, в том числе с этой девушкой, из своей потребности. Вот люди, про которых вы пишете, создают подобные отношения только когда они строят их из потребностей. Понимаете, в чём штука? Если люди строят свои отношения не из потребностей, а из избытка. Когда отношения, условно говоря, ну, основаны, да, давайте так вот скажем. Основаны. Когда отношения основаны на, попустим, желании что-то дать партнёру. Желание чем-то поделиться с партнёром. Вот. Когда отношения строятся на таких вещах, на общем деле, на общих интересах. Знаете, почему важно знакомиться не в интернете, и почему важно знакомиться самому, а не через посредников? Чтобы не было долгов. Вот. Чтобы не было такого, что в своё личное время вы задаёте формальные вопросы. Чтобы не было такого, что вас были только гендерные взаимоотношения. Ведь как личности вы сейчас практически с девушкой не взаимодействуете. И это происходит отнюдь не потому, что она какая-то глупая, или глупый вы, или она не хочет с вами общаться, или не хотите общаться вы. Потому что так не работает, потому что это неестественно. Понимаете, в неестественной среде люди начали общаться. Но вы прибегли к, тем более, третьим лицам. То есть, ну, к сводорству, по сути. Вот. И это накладывает определённый отпечаток, конечно же. Вот. Поэтому, я думаю, необходимо начать, наверное, с того, чтобы разграничить вот то, о чём я говорил. Да. То есть, ну, определённую потребность, скажем так, разграничить. Разграничить. Да. Вот. То есть, ну, чтобы вы не путали те вот вещи. Чтобы вы понимали, что, ну, что вещи это плюс-минус разные. Вот. Вот. Что, как бы, есть, ну, большая разница между, вот, между, допустим, потребностями, между вашими потребностями, да, вот, и желанием, там, допустим, чем-то с человеком делиться, вот. И, соответственно, очень важно, принципиально важно, значит, брать на себя ответственность, вот. Обратная себя ответственность именно за, вот, подобное разграничение, вот. Потому что, если этого не делать, то ситуация будет, ну, будет развиваться в подобном ключе, вот, и достаточно негативно для вас потом. Так получается, что вот сейчас, да, получается, знаете как, что вы задаете вопрос, спрашиваете нас о чем-то, подразумевая, что вы так не хотите. Но сами вы делаете все, чтобы было так. И если вы видите, вот, внимательно присмотритесь, то вы видите, что в этом есть смысл. В этом есть своя логика. В таком, казалось бы, нелогичном вашем поведении есть смысл. Вот, вы избегаете отношений. Вы, скорее всего, боитесь. Вот. Понимаете? Нет, одно дело, если вы действительно в своей жизни ранее делали осознанный выбор за 30 лет ни разу, там, не знаю, не быть в отношениях. Ну, это одно дело. Но вы же сами понимаете, насколько это маловероятно. Так что здесь, вот, на мой взгляд, есть в первую очередь проблематика честности с собой и скрытые выгоды определенные, которые у вас, скорее всего, имеют место быть. И сперва, прежде чем строить отношения, нужно разобраться в себе и проработать те вещи, которые могут вам мешать, да. Не позволять вам быть с собой и уже потом, уже после этого можно будет говорить про, ну, про то, что вот двигаться уже непосредственно к отношениям. Вот. Как-то так, на этом все, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Думаю, проб. Я люблю расчетlife camp League流. Б zwischen Megan и уз